СПОНСОР РУБРИКИ Сеть магазинов «Всё сам плюс» Аксессуары и запчасти для бытовой техники Добрый день, дорогие зрители! Закончились новогодние праздники Мы с вами отметили Рождество, Старый Новый Год, Новый Год Что, конечно же, не могло не сказаться на нашей бытовой технике Большое количество застолий – это нагрузка на холодильники, стиральные машины, блендеры, миксеры, микроволновки Что делать, если техника вышла из строя? Сейчас мы вам расскажем Во время подготовки новогоднего стола мы делаем достаточно много блюд Для этого мы используем мясорубки Техника может выйти из строя Из-за большой нагрузки нож может затупиться или сломаться Заменить его нет никаких проблем В нашем магазине большой ассортимент Например, вот этот стоит 250 рублей Во время замены ножа рекомендуют менять решетку, так как это два режущих блока При замене двух элементов мясорубка будет работать эффективнее У нас достаточно большой выбор решеток Например, вот эта универсальная подходит ко многим моделям и стоит всего 300 рублей Также для удобства вы можете приобрести сразу комплект – нож и решетку Их у нас несколько видов Например, вот этот стоит 480 рублей В мясорубке также могут сломаться и другие элементы Например, шестеренки, втулки, шнек Если что-то вышло из строя, приходите У нас большой выбор запчастей на мясорубке Во время готовки мы часто используем микроволновую печь Случается так, что бьются тарелки Заменить их нет никакого труда У нас достаточно большой ассортимент Цены начинаются от 399 рублей В микроволновке может повредиться следяная пластина Это происходит из-за того, что вы включили ее в холостую Либо поставили что-либо металлическое Заменить ее несложно Тем более можно вырезать по размеру своей старой следяной пластины Ваши микроволновки могут выйти из строя Такие комплектующие, как, например, двигатель поддона Магнетрон, ну и всяческие предохранители Если это произошло, приходите к нам И вы подберете нужную для вас запчасть В новогодние праздники мы, конечно же, часто используем холодильник И в нем, как и в любой бытовой технике, есть свои слабые места Например, если перегрузить полки или барьеры, они могут сломаться Чаще всего из строя выходят именно такие балконы У нас большой ассортимент этих комплектующих на разные модели холодильников Например, этот стоит 350 рублей При частом использовании морозильной камеры панель в них недолговечна Заменить нет никакого труда данную панель Приобрести можете у нас, стоит она 400 рублей Затяжные новогодние праздники, это, конечно же, много стирки Стиральная машина используется очень часто, поэтому она может выйти из строя Если ваша машина перестала греть воду, значит, это ТЭН Если перестала сливать ее, то это насос У нас большой выбор комплектующих для стиральных машин Поэтому, если что-то у вас сломалось, приходите Мы подберем для вас запчасть для любой стиральной машины Сегодня вы узнали, если в вашей стиральной машине сломался ТЭН Либо ваша мясорубка вышла из строя То не надо задумываться о новой покупке Все это можно подчинить В следующей нашей программе мы обязательно выберем для вас новую актуальную тему И расскажем, как подчинить технику и сэкономить До новых встреч! Все сам плюс Все для здоровья бытовой техники Ящики, полки для холодильников Ремни и ТЭНы для стиральных машин Тарелки и магнетроны для СВЧ-печей Зарядные устройства и шнуры для сотовых телефонов от 100 рублей Гагарина 8, молодогвардейцев 48А Победы и молодогвардейцев И еще 5 магазинов в городе Наберите все сам в интернете Здравствуйте, мои дорогие, любимые садоводы и огородники Ну вот, захожу в теплицу И мы уже тут помидоры два месяца едим И уже, конечно, помидор мало осталось Но все-таки мне хотелось вам дать несколько нужных советов Ну, во-первых, видите Вот если взять помидоры вот эти То листья внизу, где мы уже первую, вторую, третью кисть Как бы помидоры скошили Листья все нижние удаляем То есть, вот смотрите Вот тут, видите, еще гроздь Вот гроздь какая-то Тут еще, вот почему-то тут меньше Тут много, тут меньше Потому что вы сами знаете, какая погода была Когда пасмурно, завязывается меньше плодов Когда солнце и нормальная температура и влажность То завязывается больше Ну вот здесь вот у меня, видите, бычье сердце Вот я люблю бычье сердце Посмотрите, какие они красивые Вот такие прямо вот Посмотрите, какие хорошенькие Такие беленькие, чистенькие Ну, говорят, что как бы это народная селекция То все помидоры болеют фитофторозом Слава Богу, ни один помидорчик уже не болеет Видите, все чистые, все красивые Видите, бычье сердце Правда, бычье сердце огромное Но вот эти семена, которые от меня У них бычье сердце среднего размера Небольшие И больше плодов Видите, очень много плодов на растение А когда действительно вот такое бычье Настоящее бычье сердце То, конечно, там 2-3 плода А плода и все, и больше нету Поэтому, дорогие огородники Вот что делать, когда уже помидоры мало Еще зеленые А уже ночью низкая температура И может вспыхнуть вот это страшное заболевание Фитофтороз Поэтому что нужно делать? Ну, во-первых, для того, чтобы помидоры созрели У нас специально есть препараты, которые побрызгаешь Натуральные препараты И помидоры быстро дозревают То есть для быстрого ускорителя, для созревания томатов Поэтому можете побрызгать все зеленые Но они нам не к спеху Я думаю, что эти томаты, убирая все листья Они быстро созреют Вот Мне хотелось бы что сделать? Просто показать Вот я сорвала там вот кисточку Сейчас я порежу и посмотрю Если там Ну, посмотрите, дорогие огородники Посмотрите Вот это без нитратов Вот этот помидор без тяжелых металлов Его можно кушать Дети Как родились И все взрослые Понимаете? Посмотрите Какая мякоть Красная Как у арбуза Нигде прослоечки нет Вот сейчас купите в магазине помидоры Разрежьте Там одна белизна Вот тут вот белый комок Тут белые полосы Такие помидоры вообще выбрасывать нужно Поэтому О чем я веду речь? А веду о том, чтобы вы все выращивали свои помидоры Ранние Вот бычье сердце находите И оно А как пахнет Просто настоящим Вот помидорным ароматом Так и хочется вот прямо съесть его А если взять Круглое Вот здесь вот Здесь вот Кустик был Нигде О чем сердце Вот сейчас я его срежу Тоже разрежу Просто хочется разрезать и посмотреть Ой, такой розовый Посмотрите Это розовый Такой крахмал Такой крахмалистый Такой вот Знаете, розовые помидоры Ой, ну просто вкуснятина Необыкновенная Неводянистые Мясистые Просто замечательные Итак, что бы я сделала Вот с этими своими помидорами Конечно, тут у меня командует Сын, он тоже ученый-аграном И сноха вместе с ним Вот верхушки все Я им сказала обрезать Они не обрезали Обрезали, но не все Все обрезать до самой вот Кисти плодовой Все листья Не надо нам уже Чтобы они наливались Нам надо, чтобы они краснели Поэтому все листья Какие есть Пока они не заболели фитофторозом Все нужно обрезать Буквально все листья И помидоры, которые тут висят Они все созреют Вот смотрите Это вот зеленые помидоры Но тут можно Листочка два Три оставить зелененькие Они, видите Даже листья Я хочу сейчас вам Листья показать Посмотрите Они зеленые Они чистые Это редко У них никакие Нет пятнистости Никакой мозаики нет А вот немножечко Так в лодочку Согнулись Это говорит о том Что очень жарко Представьте Какие у нас Жаркие дни проходили Это и сейчас жарко Но там 33 градуса А в тепличке Все 40 С лишним И конечно Листочки начинают Немножечко Вот так вот В лодочку Это никакая болезнь Это высокая температура Поэтому Когда высокая температура Вы должны Помидоры С утра Очень хорошо Пролить Водой Потому что Если почва Сухая И высокая Температура То листья Все Просто превратятся Все Приобретут В форму Лодочки И они не будут Работать Ну Нам и они Теперь и не нужны Посмотрите Какие Как красавцы Вот они Такие Вот так Мне нравится Бычье сердце Ну какие Вы вкусные Просто Я не знаю Так бы вот И съел все Вот Теперь После этого Когда вы Обрежете Все листья Вам нужно Обязательно Помидоры Подкормить И чем Подкормить Берете 10 литров воды Как всегда И разводим Самое Любимое Их питание Это Интермак Огород Интермак Огород Это Натуральная Органом Минеральное Удобрение Тут Азот Фосфор Калий И все Микроэлементы Все что нужно Последнюю Подкормку Вам даем И они Прямо ждут И этим самым Они еще И увеличат С плоды И созреют И будут Намного Намного Вкуснее Итак Раскрываем Бутылочку И вот Льем Посмотрите Какой цвет Удобрения Вот он Видите Зелененький Светленький Две Три Ложки Пусть Покушают Последний раз Ну Жидкое удобрение Оно всегда Быстро Расходится В воде Поэтому И прямо Не надо Так По всей грядке А вот На растения Раз Вылили Литра три Второе Тут сорнячки Есть Но ничего Их можно Потом убрать А сейчас Их не обязательно Убирать И Третий Вот так Вот поливаю Украд Лейка На четыре Растения Лейка На четыре Растения Это Для них Достаточно Но Корневую подкормку Никогда Не поливайте Вот этот Питательный Раствор На сухую Почву Надо поливать Только на влажную Значит надо Пролить А пролить Только теплой Водой Ну не только Теплой А вот В бочке На улице Там Воды Вода Немножечко Ниже По температуре Если в теплице Тут Например Будет Тридцать То в бочке Это точно Двадцать пять И вот такая Разница Всегда должна Быть Вода Должна Быть На пять Десять На пять Шесть Градусов Ниже Чем в теплице И пролили А пролили Литров Двенадцать Пятнадцать Тут уже Проливаете Тоже Прямо в растение Лейте В растение И После этого Только давайте Корневую подкормку По влажной почве Корневая подкормка Пройдется По корням И корни Схватят Это удобрение Тем более Мы подкармливаем Жидкими Минеральными Органно-минеральными Удобрениями Для помидора Это хорошее Дорогие огородники На следующий год Обязательно посейте Бычье сердце А этот уже Начинает Зреть Я вот такие Даже бываю Люблю собирать Видите Их положи На подоконник И на свет Только надо И он Через два дня Обязательно Покраснеет Помидоры Ешьте Они содержат Ликопин Это такое Вещество Которое Убивает Наши Плохие Нехорошие Клетки И мы Будем Всегда здоровы Никого не Слушайте Что помидоры Это вот Отложение Какие-то Солей Придумывает Нет Помидоры Очень полезны Но я ем Помидоры Каждый год Много-много У меня Никаких Отложений Нет Ни в коленях Нигде У меня Хорошие суставы Все нормально Поэтому Никого не слушайте А ешьте Как можно больше Я говорю Вам До свидания До скорой встречи Ну Скоро будем Обрабатывать Теплицу Готовить уже К зиме Все Убирать Корнеплоды Убирать Белокочанную Капосту У нас много Еще с вами Работы Поэтому Смотрите Этот канал Записывайте И внедряйте Все В огороде Мои И ваши Опыты До свидания Какой бы ни была Роль женщин В обществе Какие бы споры Не велись Вокруг Гендерных Ролей Проблема Взаимоотношений В семье Не перестает Быть актуальной На эту тему Сегодня размышляет Астролог И психолог Ирина Орда У нас Уставшись Уставшись Такой Говорит Почему Все на мне Почему так происходит Происходит Это потому Что Мы перепутали Наши роли Что нужно сделать Первое Нужно подойти К зеркалу И посмотреть В каком теле Я родилась Посмотреть Ооо Женское тело Замечательно Значит Мой путь жизни Женский То есть Я должна выполнять Женскую роль Какая женская роль Это Сидеть дома Ну в каком плане То что сидеть дома Воспитывать детей Чтобы Это внутренняя жизнь Чтобы дома было Все уютно Красиво Волшебно И замечательно Это не значит Что женщина Должна сидеть дома Но они должны Все равно Женским путем Идти Мужская роль Какая Зарабатывать деньги Да К примеру Это защита Эмоциональная Интеллектуальная И материальная То есть Зарабатывает деньги Выслушивает Свою жену Да И дает ей Комплименты Моменты Да Там К примеру То есть Поддерживает Эмоциональную среду Но в определенный момент Женщина начинает Выполнять мужскую роль Она начинает Излишне контролировать За все волноваться И в семье Брать ответственность Что такое семья Мужская Женская энергия Это целостность Если женщина Начинает Брать ответственность Она ответственная Значит Мужчина становится Безответственным Понимаете Как Если она Она за все переживает За все волнуется Она такая Главная Такая Ответственная Он говорит Ну у меня же есть жена Которая за все волнуется Она все держит С контролем И он становится Потихоньку Безответственным Женщина же Она родилась ответственной Почему? Потому что у нее есть дети Это ее инстинкт женский Она начинает за все волноваться Институт Кружки Надо же деньги Она начинает Зарабатывать деньги Начинает об этом думать И здесь как раз Происходит Смена ролей Мужчина расслабляется А женщина Начинает напрягаться Так вот В этот момент Самое главное Нужно не перепутать его Как только мужчина Начинает напрягаться Женщина должна Расслабиться Это знаете Как говорится То есть Женщина должна Создать Место Для подвига Мужчине То есть Она его напрягает В каком плане У нее есть желание И он Их выполняет Не она их выполняет А он их выполняет Давайте рассмотрим Три этапа Семейных отношений Если к примеру Вы только в отношениях И у вас все шоколадно Замечательно Вы должны отслеживать И не брать Эту ответственность На себя Если вы уже Какое-то количество Лет вместе И вы уже начинаете Понимать Что мне тяжело И такой вопрос Появляется Почему все на мне Почему я Да я Тут надо задуматься И должны помнить Если вы будете Продолжать так же Себя вести То скоро будет развод Или депрессия Глубокая Понимаете Вот Третий вариант Если вы уже Разводитесь Здесь самое главное Не потерять Чувство Собственного Достоинства Правильно вести По идее Нас должны научиться Наши мамы Наши мамы Нас учат правильно вести Но как практика Опыт показала Мамы не умеют Себя вести Поэтому для этого Есть специалисты Психологи Как надо правильно Себя вести И главное Еще помнить Что еще здесь Есть дети Мама с папой Их отношения Они учат детей Выстраивать Свои личные отношения Поэтому Дочка Она берет Пример с папой И с мамой Как это будет Выстраиваться И сын так же Потому что наши дети Повторяют наш сценарий Как это было У наших родителей Так это будет У меня Так это будет У моих внуков И поэтому Здесь нужна Просто ясность И просто Простая психология Психология жизни Что если я родила Я в женском теле Я должна выполнять Женскую миссию Женскую роль Идти женским путем Если я мужчина То я должен идти Мужским путем Если вы уже Начинаете понимать Что уже Смена ролей Произошла Вот сейчас Вы например Меня слушаете И понимаете Что смена ролей Произошла Или потихоньку происходит Чем больше вы работаете Чем больше вы работаете Тем больше Муж начинает обнаглевать Ну в кавычках То есть в каком плане Он такой расслабленный Все хорошо Все на вас Здесь не то Что вернуть назад Здесь нужно остановиться Подумать Успокоиться Ясность нужна Никакого там Психоза И главное Вырабатываем Женское качество Терпение В каком плане Никуда не бежим Никуда не торопимся Потому что ситуацию Могут сдвинуть Только время Какое-то время Не неделя Не месяц А годы Годы Еще раз Есть желание Есть муж Который выполняет желание И когда он желание выполняет Он при этом счастлив Поэтому дайте возможность Мужчинам Выполнить Ваше желание Но самое главное Женщине Не торопиться Здесь нужно понять Что характер не умирает Мы рождаемся С определенным характером И понятное дело Если у женщины Есть характер Такой, знаете Мужской Что такое мужской характер Это желание денег Желание власти Желание Быть правильной Быть главной А кто в семье главный Так-то Что такое Природа То есть Что такое психология Это природа Из природы Мы можем взять Солнце И Луну Если мы архетипически Рассмотрим Что Солнце Это активная часть Это день огненный Это мужская природа Лунная природа Это женская природа Понимаете Кто главный Как вы думаете Мы не можем здесь сказать Кто главнее Солнце или Луна Просто Солнце Оно важнее Днем А Луна Ночью Но все-таки Кто крутится Вокруг Кто крутится Вокруг кого Луна вокруг Солнца Или Солнце Вокруг Луны Поэтому Испокон веков Из природы Луна крутится Вокруг Солнца Поэтому мужчина Всегда важный И главный Поэтому когда он Это чувствует Тогда он эти желания Будет выполнять А если он не главный Если его не уважают Естественно Он не будет выполнять Ничьи желания Если он Извините меня На равных Не может быть В семье Быть равноправие Мужчина не главный А уважаемый Это осветило Солнце Я Луна Я занимаю свою роль И поэтому Я вот так Не наоборот Просто помните Что такое Бог Что такое природа Что такое законы природы Это и есть Правильные истинные законы Каждый Выполняет Свою роль Своё предназначение Соль солёная Сахар сладкий Женщина Выполняет Свою женскую роль Мужчина Выполняет Свою мужскую роль Это называется Вселенная Или по-другому Называется Баланс Гармония Которой мы стремимся И поэтому Если муж Уже маленько Обнаглел Это значит Что вы уже Не выполняете Неправильно Свою роль Нужно остановиться Внести ясность В голове Успокоиться И потихоньку Выруливать Эту ситуацию Понимаете Здесь нужны знания И принятие Этих законов Вот и всё Студия психологических решений Ирина Орда Приглашает 29 февраля На курс Астрология Для начинающих Заранее Получите Подготовительные Материалы Информация По телефону 22 33 410 Или на сайте iorda.ru Многие люди Увлечены Облагораживанием Своего сада Или дачного участка Но ландшафтный Дизайн Для начинающих Осваивают Лишь единицы А остальные Путем проб И ошибок Стараются Создать Неповторимые Пейзажи На своих территориях Однако Тем Кто выбрал Это увлечение Своей профессией Ошибаться нельзя Именно для этого И созданы Школы Ландшафтного Дизайна Занимаясь Просто Теоретическими Какими-то Основами Ландшафтного Дизайна Где-то в учебном Классе Или на курсах Этого Недостаточно Потому что Ландшафтный Дизайн Это прежде всего Практическая Работа А практическая Работа Она должна быть На участке На частных Участках Это сложно Попасть И провести Какие-то Эксперименты То есть Вряд ли Какой-то Хозяин Согласится Убить Такой Экспериментальной Площадкой Поэтому Со временем Такую площадку Решено было Заложить Здесь Студенты Приходят сюда После третьего Курса Для них Это производственная Практика Они начинают По срокам С начала Мая До середины Октября Практически Весь сезон Захватывает Все самое важное Ценное И нужное Практически Весь вибрационный Период И в общем-то Успевают Посмотреть Как начинает Рост растений Как они пробуждаются После зимней спячки И как они Уходят В зиму Обязательной Составляющей Любого студента Является Подготовка Дипломного Проекта Здесь С этой задачей Сложностей Не возникает Студенты На годовом Обучении Которые Обучаются В школе Они Их дипломная Работа И является Создание сада Миниатюрного Сада В зимний Период Мы его Проектируем Прорабатываем Составляем Смету Проговариваем Все детали Нюансы Технологии Производства Тех или иных Видов работ А в летний Период Задача Сделать Сад Реализовать Его То есть Это так скажем Такая тренировочная Площадка База Где может Человек Все теоретические Свои знания Показать Показать По существу Такие моменты Которые Описаны В учебнике Их надо Все-таки Попробовать Сделать Своими руками Чтобы Уже Знать Как это Происходит Сколько Времени Тратится На это Тем более Годовой Профессиональный Курс Не двухмесячный Или трехмесячный Поверхностный Только для Своего сада Научиться Решать Сложные задачи По уходу По проектированию Здесь Действительно Я нахожу Эти ответ Особенностью Данного Проекта Является То Что он Рассчитан Не только На студентов Каждый Желающий Кто хочет Облагородить Свой садовый Участок Может прийти Сюда И получить Все нужные Базовые знания Сад Рассчитан Безусловно Не только На специалистов Не только На студентов Не только Для будущих Профессионалов Но и Для широкого Круга Любителей Тех Кто тянется К к культуре Ландшафтного Дизайна Как к искусству И действительно Хочет Облагородить Свой участок Свою территорию Сделать Красивый сад Для этого Мы проводим Специальные курсы Обязательно С практической Составляющей И проводим Регулярно Мастер-классы Создавать Необыкновенный Красивый дизайн Под силу Не только Профессионалам Но и каждому Кто увлечен Этим делом Ведь окончательный Продукт Данной деятельности Это личное Мироощущение И восприятие Прекрасного В самой природе В данном деле Знание необходимо Для того Чтобы грамотно Выращивать растения Соблюдать Правила их соседства И видеть Как проект Будет выглядеть Через несколько лет Ведь для ландшафтного Дизайна Важен не мгновенный Результат А длительный Процесс развития И кульминации По проекту Роз Предполагается Здесь Более 100 видов 7 групп На данный момент Здесь высажено Чуть больше 60 роз Тоже Нескольких Групп Крайний ряд Это Плетистые розы Сейчас у них Временные опоры Основные опоры Изготавливаются Я надеюсь Что в конце сезона Они уже будут Установлены Рядышком Вы видите Почвопокровные розы Здесь представлены Розы Чайно-гибридные Спрей Флорибунда Английские розы Ну то есть Все те виды роз Которые Продаются В садовом центре Которые существуют На рынке Челябинска И те розы Которые необходимо Изучать Их особенности Особенности обрезки Особенности ухода И Как раз таки Эта площадка Этот сад Он создан Именно для Практических Вот таких целей Работы с розами Это центральный вход В белый сад Он огорожен Живой изгородью Из Караганы Древовидной Идея белого сада Заключена в том Что Растения Которые будут Высажены здесь Которые уже растут И высажены Были до того Как Они будут В белых оттенках То есть Это белый Зеленый цвет Безусловно Цвет Растения Цвет Зелени И конечно Будут Вкрапления Других цветов Других цветов Но В очень Незначительном Количестве То есть Преобладающий Цвет Существующих Здесь растений Будет белый Центральной Основой И Таким Композиционным Фокусом Этого сада Является Водоем Водоем С кувшинками Водоем В двух Уровнях Сад Молодой Но Его уже Можно Назвать Садом Причем Сад Особенный Он Разбит На Небольшой Площади Территория Буквально Полсотки Но На нем Есть И декоративные Растения И полезные Плодовые Растения В том числе И Груша Которую Мы формируем Видишь Полеры Декоративная Рябина Которую Мы заплетаем На арку Формируем Подбивается Это все Свеклой Обычной Различные Сорта Петрушки Очеток У нас Представлен Циния Анютины Глазки Лабелия То есть Создается Такой Микс Который С одной Стороны Он Декоративный Эстетически Привлекательный С другой Стороны Те же Сорта Мяты Которые Собраны Здесь И высажены Они Приносят Пользу И Создают Особый Колорит Придают Особый Колорит Этому Саду Выполнить Красивый Дизайн У себя На участке Под силу Каждому Желающему Получить Необходимые Знания Для этого Возможно Пройдя Курс Обучения А для Студентов Эта школа Является Настоящим Открытием Ведь Где еще Они Могут Применить Теорию На практике Методом Проб И Ошибок Продолжение следует... Продолжение следует...